Здарова, народ! Это TechBird и обещанный обзор мышек Asus ROG. Немного предыстории. Недавно мне их прислали для того, чтобы я их пофотографировал для соцсетей. Получились вот такие вот фотографии. И было бы глупо не воспользоваться возможностью и не сравнить их с Spat. Это моя любимица. Пользуюсь ей уже год. Обзор на нее снизу под видео. Почитаете, поймете мое отношение к подобным вещам. Так вот, после Spat из четверки мышек мне приглянулся Gladius 2. Ну, что ни странно, по мнению многих геймеров, это как бы реально очень крутой грызун. Как и первая, так и вторая версия. Вот, сегодня я вам расскажу свои впечатления и немного расскажу как бы подробности об этой штуке. В общем, кратко о комплекте поставки. У нас есть ROG шильдик металлический. Есть сам Gladius, самое важное в комплекте. Мешочек для его переноски. Пара Амроновских переключателей с миллионным ресурсом. Вот, и два провода. Один в резиновой оплетке, второй в тканевой. Резиновый покороче, удобен будет с ноутбуком. Вот, это пока убираем. Переходим к самому грызуну. Ну, перед нами классическая форма, которую задал Microsoft 3.0. Она изменена, изменена в лучшую сторону в плане эргономики по сравнению с Desider. Горб стал чуть меньше, форма чуть привычнее. И это нам дало возможность пользоваться любым хватом данным грызуном. Круто, круто, круто. Давайте, смотрите, у нас можно и когтистым хватом работать, немного положив ладонь, полностью убрав. Либо полностью можно положить ладонь. И прикол в том, что пальцы никуда с нее не даются. У нее есть эта особенность, благодаря резиновым вставочкам по бокам, такие в стиле рок. Боюсь одного, только будут они немного забиваться. В сравнении со спатой, спата по длине такая же, но вот по ширине спата и отличается. И у нее есть подложки под пальцы, и как бы при полном хвате или при любом другом пальцы остаются на спате. Здесь они держатся на резинке, и это классно, как будто на магните. В общем, в этом плане она мне понравилась, и мышь реально удобна. Далее, у мышки есть 7 кнопок. Больше она идет как FPS-игрызун, в отличие от MMO-шной спаты. Давайте немного о нем, потому что она на самом деле универсальная. И не только FPS игрушки зайдет. У нее есть 7 клавиш, правая, левая, скролл. Скролл, кстати, довольно-таки жесткий. И преимущество в том, что случайно его не двинуть. То есть любители погонять в Counter-Strike оценят. Вот, есть кнопка переключения DPI. И сбоку, под большим пальцем, есть 3 кнопки. Две из них, верхние, нажимаются вот так вот вверх. Но это прям очень удобно, потому что один из ее конкурентов имеет такие же две кнопки. Нажимаются они только нажатие на него. Неудобно здесь, это удобно. Плюс есть кнопочка снизу, она по умолчанию действует как замедление DPI. И получается такая волшебная штука. Либо целится удобно, либо удобно просто дорисовывать тени в Lightroom или Photoshop. Ну вот, к примеру, вот как использовал, так и говорю. Конкурент ее, это Corsair M65, который был у меня до спаты. Он награжден такой же кнопкой, и сверху также две кнопочки есть. Но две кнопочки у него не нажимаются вверх, это минус. А второй, самый большой минус, и почему с Corsair M65 я обращался, так это у нее кнопка, вот эта, очень удобно расположенная. Она работает только как замедление, и переназначить ее нельзя. Ну, за исключением Macros. А Macros через Corsair M65 приложение, ну, тупит. Бывают задержки, и особенно меня это раздражало на третьем Ведьмаке, когда я ставил на него ворот. И, блин, меня били монстр Геральт, отскакивал только через пару секунд. Ну, это жесть на самом деле. Здесь такого нету, все ок, любая кнопка назначается без проблем. Молодцы. Вот, Corsair'у бы следовало потянуться. Плюс, если уж вспомнил Corsair, стоит упомянуть, что здесь более удобная эргономика, и универсальный для хвата в Corsair G, он все-таки маленький, и как бы напоминает немножко на вот бучную мышь. Что касается веса мышки, она весит 111 грамм, и вес довольно универсальный, хотя, жаль, нет утяжеления. Центр тяжести смещен немного ближе к хвосту, и это неплохо. Ну, по крайней мере, это удобно. Вот. Поскольку я люблю более тяжелые мыши, мне все-таки к спати, по ощущениям, нравится ее 172 грамма. Также, внутри у нас находится сенсор Pixar с разрешением 12000 DPI. Здесь у нас стоит сенсор похуже, всего 8000 DPI, но это не FPS мышь, так что не будем обижать спату. Вот. Амроновские переключатели внутри на 50 миллионов нажатий, синенькие, и они меняются. Это большое важное преимущество, потому что если переключатель сдох, появился двойной клик, или вам просто нравится другое нажатие, его можно легко поменять. Для этого нужно открутить 4 винта, которые находятся с нижней стороны мышки. Они находятся под резинками, требуется для этого просто крестовая отвертка. Выкручиваем, снимаем корпус, меняем переключатели. Все элементарно. Собирается она также просто все действия в обратном направлении. Вот. На внутренней стороне находятся тефлоновые вставочки. Если сотрутся, можно купить тефлон, вырезать, наклеить, огонь. У мышки есть особенность в том, что два провода, они обоцегиваются, и есть специальный замочек. Вот. Этот замочек нужен для того, чтобы мышка у нас не вылетела, и она реально не вылетает, он держит. Ну, как бы, 111 грамм, и при вот таких штуках все, как бы, хорошо. Вот. Особенность больше старших мышек, флагманов, и тут он есть. Так что с этим прям все очень хорошо. Есть еще один маленький бонус. Это подсветка. И подсветка тут прям охеренна. Ну, ночью смотрится прям круто. Подсвечивается скролл, подсвечивается сзади логотип Asus Rock, и подсвечивается нижняя часть мышки. Ну, отлично. То есть, конечно, противники RGB могут захлебоваться пины и говорят, зачем они пихают это. Ну, блин, народ. Это нормальная штука. Сейчас многие производители делают такие вещи, и как-никак это привлекает школьников. И меня. Ну, ладно. Это шутки шутками. А действительно, RGB-подсветка, это неотъемлемая часть большинства моих проектов. Вот. Все синхронизируется в приложении. Все просто. О приложении я вам расскажу отдельно. А теперь подведем итог о Гладиусе втором. Гладиус второй — это одно из лучших воплощений идеальной формы для правшей Microsoft 3.0. И мышка продуманная, эргономичная, красивая, и мышка, на которую стоит посмотреть. Со своей стороны, я могу сказать, я погонял у него Ведьмака, поработал в Photoshop, в Lightroom, и немного даже вспомнил, погонял в Contru, но уж старая я для этого. Так что, отличный противник Корсара и отличный противник Райзера. Плюс, и вспомнил такой очень важный момент, что с Райзером, что с Корсаром, они оба обладали покрытием по типу Soft-Touch, а это марка. И если руки потеют, то мышь превращается в сопливую крысу. А со временем покрытие у тех грызунов еще и стиралось, и они превращались в драную крысу. Это было очень грустно. Здесь используют такое же покрытие, как на Spade, и за код использования Spade покрытие осталось на месте. В общем, теперь точно все. Так что, ставим палец вверх, подписываемся на канал. Следующий будет на обзоре у нас Pujo, мышка, которая вызвала у меня неоднозначные эмоции, и не может она похвастаться такой универсальностью, как Gladius 2. Ну, на этом, пожалуй, все. Не буду забегать вперед, так что, всем пока. Я пойду заниматься дальше проектами.